Мои уважаемые подписчики, сегодня очень короткий маленький сюжет о том, как правильно тренироваться. Я неоднократно говорил, что отрабатывая плавание кролем, брасом или бутерфляем, неважно, на первых порах надо дыхание выключить из вашей техники. То есть отрабатываете на задержке дыхания. Так вот мои ученики, стремясь как можно больше проплыть на задержке дыхания, отработать движение на задержке, плывут уже по 10-12 метров. И видно, что если на первых порах человек проплывает первые 2-3 метра правильно, то по мере того, как дыхание заканчивается, все точки сборки летят нафиг в сторону. И человек уже вылезает из него махровым цветом все его ошибки. То есть дыхание заканчивается и уже не до техники. Поэтому я вам очень советую, проплывайте не полностью ту дистанцию, которую вы можете вытерпеть, а 2-3, ну 4 метра проплыли, у вас запас воздуха есть и встали, подышали. Только тогда вы сможете сконцентрироваться на правильных движениях, что в кроле, что в брасе, что в бутерфляре. И еще один важный момент. Когда вы начинаете плыть на мелкой части, а впереди перед вами глубокая часть бассейна, та же самая история, блокировка происходит. То есть ученик начинает плыть, но уже заранее думает, что же он будет делать на глубокой части, и все движения его получаются склонными. Поэтому так важно плыть в сторону мелкой части. Только в этом случае. Только в этом случае вы сможете плыть правильно и не отвлекаться на какие-то вот эти психологические факторы. На мелкой воде вам будет удобно, и вы сможете концентрироваться правильно. А если вы хотите научиться правильно плавать при моей поддержке, то у меня есть обучающие курсы. Переходите на ссылку в описании под видео и узнайте, как можно их приобрести. Будете тренироваться вместе со мной. На этом пока прощаюсь. Подписывайтесь на канал, оставьте лайки, если видео показалось полезным. И до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok